До первого звонка, буквально 10 минут, ученики спешат за знаниями. Начальные классы направо, старшие налево. Распределение потоков учащихся предупреждает скопление детей в холле, а значит снижается риск подхватить инфекцию. Прежде чем попасть в класс, каждый ребенок проходит термометрию. Если градусник показал больше традиционной 36,6, добро пожаловать в медпункт. Подобные меры предосторожности оберегают школьников от болезней. По данным, за минувшую неделю всего у 8% учащихся 28-й школы зафиксировали грипп или ОРВИ. Самое главное, еще раз повторяю, это проветривание, влажная уборка, применение и термометрия. Таких классов, когда карантин мы ни один класс пока еще не закрыли. Не знаю, в сегодняшний день посмотрим, что будет. Из всего коллектива 64 человека у меня непривитые 2 человека. Это, который имеет медотвод. А в основном 100%. Это обязательно прививка. А детей, вот среди детей, конечно, маловато привиты от гриппа. Значит, из 713 учеников у нас где-то около 200 только человек привиты против гриппа. По данным Министерства здравоохранения, прививка была и остается самым прочным щитом перед гриппом. Но вот на поле боя экипированными оказываются не все. На дошкольных образовательных организациях на больничном 5000 детей. Три группы в Ульяновском и Павловском районах закрыты на карантин. 104 класса в 15 школах региона переведены на дистанционное обучение. У каждой образовательной организации принимаются меры по профилактике, во-первых, распространения инфекции. Ну и, во-вторых, если уж так случилось, что больше 20% в классе, либо 20% в целом по общей образовательной организации, то принимаются меры, и класс, либо в целом образовательная организация переходит в режим карантинных мероприятий. Карантин действует 7 дней. Если процент заболевших снижается, дети возвращаются к учебе в обычном режиме. Александра Никитина и Данил Сурков, Управда ТВ.